Это у нас Витя. У нас он самый маленький. Весом он родился кило 720 всего. Это у нас Сережа. Это самый первый. И Андрюша. Сегодня День защиты детей отмечает и многодетная семья Ветровых. Чуть больше года назад у ангарчан родились сразу трое малышей. На свет новорожденные появились в Иркутском перинатальном центре. Это была первая тройня за последние два года. Решившись на второго ребенка, Нина Ветрова и не подозревала, что станет многодетной мамой. Новости радостные и шокирующие одновременно. Своего жилья в семье Ветровых не было. Да, и хлопот с четырьмя ребятишками предстояло немало. Никто не ожидал рождения тройни. И на тот момент, когда мы узнали, уже был большой срок. И на съемных квартирах с четырьмя детьми, у меня еще старшая дочь, это очень тяжело. И тогда я обратилась за помощью к нашему мэру. Приезжало телевидение. Тогда многодетной семье помогли власти Ангарска. На безвозмездной основе Ветровым предоставили трехкомнатную квартиру на условиях краткосрочной аренды. Возможности проживать не в съемном жилье многодетные родители не нарадуются. Очень нравится и район. Тихий, спокойный двор. Рядом заканчивается строительство нового детского сада. Туда Нина и планирует отдать своих мальчишек. У нас стоит вопрос о том, что когда нам предоставят сады, мы уже стали на очередь, и нам предоставляют в 19-м, 22-м и здесь, по-моему, 12-й микрорайон. То есть везде дороги, везде как бы это. А вот этот, который достроится сад, тут вообще даже я одна их смогу водить, потому что двор пройти. Отдать мальчишек в детский сад Нина Ветрова намерена ближе к трем годам. К сборам троих детей одновременно. В детский сад пока не готова сама мама. Слишком много забот. Хотя в повседневной жизни в многодетной семье помощников хоть отбавляй. Вообще очень тяжело. Потому что у меня еще, я еще раз повторюсь, дочь старшая. Это сейчас динкутационное обучение. Это занимает очень много времени. Мне помогает сестра старшая моя, племянники, мама, бабушки, дедушки. Ну а так их мир не берет. Это вообще, что будет дальше, я не знаю. Если есть свободное время, то здесь стараюсь быть всегда, потому что скучаю по ним. Они такие забавные, милые, любимые. Растить четырех детей, трое из которых полуторагодовалые мальчишки. Сложно не только морально и физически, но и материально. Работать приходится на одни только подгузники, шутит многодетная мама. Все социальные выплаты Нина Ветрова получает. Еще один существенный плюс. Не нужно платить за съемное жилье. Продолжение следует...